Привет всем! Это небольшое техническое дополнение к ролику, который опубликовал на основном канале и в котором я показал, как с помощью аккумулятора и самодельного вибропреобразователя, собранного из очень доступных и простых деталей, например, таких как реле, зажечь лампочку на 220 вольт. Это я сделал по просьбе одного из моих зрителей. И сегодня подскажу, что еще можно сделать и как в области вот этого вибропреобразования напряжение от постоянного напряжения, но переменная более высокая. Реле это хорошо, но реле может попасться вам на 12 вольт, вам повезло. Если не повезло и вы что-то умеете делать, вы можете собрать реле собственными руками. Оно тоже хорошо работает, я это уже показывал. Но бывает так, что у вас под рукой есть отличное реле, и вы хотели бы его использовать, но напряжение питания этого реле 24 вольта, а ваш аккумулятор всего лишь на 12 вольт. И такое бывает. Вот в этом видео я покажу, как легко вот такое 24 вольтовое реле запустить от аккумулятора в 12 вольт. У меня вот есть источник питания, у него, кому не видно, я думаю, хорошо видно, 12 вольт, никаких не 24, а реле рассчитано на 24, насколько я видел, 24 вольта. И как же мы можем? Нам надо тогда повысить сперва напряжение для питания реле, а потом уже повысить напряжение от реле до лампочки. Это слишком сложно, этого сделать мы не можем. Поэтому часто ухищряются делать так, что вот ослабляют пружину, которая находится там в реле, так, чтобы реле срабатывало от более низкого напряжения. Но добраться до пружины вот в этом реле, хотя и можно, надо снять этот корпус, разобрать его, но это можно и не делать. Например, вот такие реле, если вы будете разбирать, вы просто его поломаете. А есть выход. Выход очень даже простой. Выход находится в жестком диске ноутбука, винчестера или еще где угодно. Там находятся магниты. Вот такие компактные, можно использовать некомпактные магниты. И пружину, которая удерживает контакты этого реле, мы можем дополнительно отогнуть, благодаря тому, что якорь исполнен из очень магнитного материала. Якорь – это та железная часть, которая примагничивается к вот этому электромагниту. Вот мы ее подмагничиваем, немножечко отпускаем контакты, потому как в данном случае мы реле используем не совсем по назначению. И тем самым добиваемся того, что реле на 24 вольта начинает работать от 12 вольт. Все, наш вибропреобразователь гудит. Мы даже видим, что напряжение превышает 110 вольт. Вот горит неонка с напряжением. Зажигание 110 вольт – это тиротрон. А теперь мы попробуем с помощью этого реле зажечь лампочку на 220 вольт, светодиодную. Ну, хотя она сама по себе и мощная лампа, давайте покажу какая. Вот, но может она работать от большого диапазона напряжений. И хотя 110 тут не указано, но думаю, мы с этим справимся. Пусть не очень ярко, но эту лампочку светиться я точно заставлю. Давайте положим ее вот так вот. Подключим те выводы, к которым только что была прикручена неонка, и она светилась. И также подадим питание на наш вибропреобразователь. Лампа горит. По-моему, ясно, четко и конкретно. Да, жужжит сильно. Но, извините, это вибропреобразователь, и служит он в тех случаях, когда произошла какая-то аварийная ситуация, и нам надо использовать какое-нибудь устройство, чтобы повысить напряжение. Да, для освещения, может быть, это неудобно. Но все-таки этот вибропреобразователь может работать и бесшумно, если его упрятать в какой-нибудь звуконепроницаемый корпус. Мало того, этот магнит может играть вам еще роль этакого своеобразного механического магнитного диммера. Посмотрите, как будет яркость лампочки изменяться в тот момент, когда я буду проворачивать реле относительно этого магнита. После максимальной яркости происходит срыв, конечно. Но вот такая регулировка яркости, я думаю, получилось показать. Которую мы сделали без всяких электронных микросхем, а всего лишь с помощью изменения положения магнита по отношению к якорю. На этом все. Пока. До следующих встреч.